Что-то сбросить нашли? Я так и думала, что у нас здесь. После этих кадров весь Сахалин выдохнул. Потерявшуюся девочку Яну Хайрулину нашли живой. Около 300 неравнодушных жителей вышли на поиски ребенка морозным вечером. Волонтеры разделились на несколько групп. Людей в этот вечер было очень много. Казалось, что весь Южно-Сахалинск просто не спит. Как житель другого региона, могу сказать, что впервые вижу такую сплоченность и самоотдачу, которая есть у сахалинцев. Искали Яну совместно с волонтерами сотрудники полиции и МЧС. Сообщество добровольцев САВА организовали место сбора у торгового центра «Странник», который находится по соседству с жилым домом, где и обнаружили Сахалинку. Все это время девочка находилась рядом со своими спасателями. Активные поиски Яны начались в 8 часов вечера. Две группы волонтеров двигались друг на друга с северной и южной стороны Лугового. Добровольцы встретились возле открытого люка в полночь. По предварительным данным, девочка провела в колодце 6 часов. Как утверждают жители дома, рядом с которым обнаружили ребенка, канализационный колодец всегда был закрыт. Однако на днях здесь проводили ремонтные работы и отключали горячую воду. А вы знаете, вчера муж ездил на рыбалку и увидел, что пар шел. Может быть, кто-то позвонил и кто-то пришел, джек и открыл, я не знаю. Сейчас Яна Хайрулина находится в больнице и проходит обследование. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает. Однако на территории областного центра размещено больше 10 тысяч люков. Некоторые из них также могут быть открытыми. Чтобы не допустить еще одного несчастного случая, в городе начались проверки всех подземных коммуникаций. Полностью проверка всех ресурсоснабжающих организаций, имеющих канализационные, заглубленные коммуникации. Это у нас СКК, Водоканал, Ростелеком, ну и ведомственные сети. В это время в областной прокуратуре проводятся проверки работы коммунальщиков, причастных к страшному случаю. В рамках надзорных мероприятий будет дана комплексная, в том числе уголовно-правовая оценка, даже с ним лицам органов местного управления и коммунальных служб. Результатом данной проверки будут приняты меры реагирования. Кроме того, региональные прокуратуры контролируют заход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области. Заодно проверят и другие места, которые могут причинить вред – подвалы и неочищенные кровли. Сахалинцы могут посодействовать в устранении проблемы, отправив жалобы на телефоны горячей линии Министерства ЖКХ. У нас есть горячая линия звездочка 0065 ЖКХ, поэтому просьба обращаться туда, если вы зафиксировали где-то открытый люк, значит, обязательно по возможности фотографию адрес, если где-то вы зафиксировали сосульки, которые находятся на крыше зданий жилых домов, или какие-то неисправности на инженерной инфраструктуре. Кроме того, подобные обращения принимаются через интернет-приемную губернатора Валерия Лимаренко и правительство Сахалинской области, а также аккаунты главы региона в социальных сетях.